вот такую капусочку сегодня мы будем готовить кому интересно посмотреть мой рецепт я приглашаю к себе на кухню я всех приветствую на своем канале меня зовут валентина так как капусту еще квасить рановато мы сегодня займемся маринованием капусты по вот этому рецепту с этой книжки которые я готовлю уже несколько лет подряд и всем моим очень нравится маринованная капуста с морковью и яблоками но я сегодня вам предоставлю не с яблоками а с перцем болгарским очень вкусный рецепт я думаю вам понравится давайте готовить кочан капусты здесь два 200 но 200 грамм пойдет я вырежу кочерыжку остальное будем крошить что потребуется на 2 килограмма капусты это вот такая у меня одна большая морковка вы можете две средних взять перчик болгарский 2 3 штучки у меня вот маленькие они 1 головка чеснока тмин куркума уксус 9 процентный сахар соль все это я напишу в рецепте трем морковь на корейскую терочку режем наш перчик соломкой как кому нравится качан большой разрезаем на две половинки чтобы удобно нам было шинковать шинковать я буду вот такая у меня и шинковочка капусточку я накрошила и мы складываем вот такую чашку выложила половину капусты добавляю морковь серединку еще капусточки положили выкладываем перчик наверх капусту добавляем одну неполную ложечку тмина это на любителя кто не любит может не ложить добавим не полную чайную ложечку куркумы для чего я добавляю куркуму куркума придает такой пищевым продуктом небольшую такую окраску конечно характерный вкус и существенно увеличивает срок хранения этой капусты если вы не всю скушаете она не пропадет на и мы перемешивать не перетирая именно только перемешать перемешали смотрите какая красивая у нас капуста получилось отставляем и делаем маринад берем литр воды 2 столовые ложки соли 8 столовых ложек сахара 200 миллилитров 9 процентного уксуса 10 миллилитров растительного масла можно и брать и бальзамический будет тоже очень вкусно 2 зубчика чеснока но у меня вот такой огромный я его просто разрезаю потом его можно и выбросить когда закипятим ставим кипятить после закипания ровно одну минуту закипела дали немножко мы остыть и теперь заливаем нашу капусту смотрите она сразу уменьшилась до от рассола а запах бесподобный мина чесночка обалденный запах перемешали и будем сейчас раскладывать банку выхода нашей капусты трехлитровая банка прямо набитая не поднять все мы оставляем ее на сутки завтра можно будет кушать вот это оставший сок не выливайте это можно готовить салаты и даже можно сварить борщ чтобы капуста наша не задохнулась взять крышечку такую с дырочками накрыть ее и пусть она квасится вот так ну что сегодня мы продегустируем сейчас откроем нашу баночку ой какая красота смотрите какая она желтенькая от куркумы и от морковочки накладем добавим по желанию кто любит лучок вместе с петрушечкой такая у нас красота получилась мы сейчас попробуем какая она на вкус это капусточка а запах хрустит бесподобным такую капусточку приготовьте обязательно я думаю что она вам понравится спасибо всем кто посмотрел мой ролик я желаю всем приятного аппетита приготовьте такую капусту я думаю что вам она очень понравится спасибо 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 спасибо